Здравствуйте, уважаемые коллеги! Здравствуйте, уважаемые коллеги! Препараты используем уже не первый год, и за этот период мы накопили уже определенный клинический опыт. Этот опыт касается как эффективности, о чем мы говорили в первой сессии сегодня, так и токсичности. И вот в 2022 году наши итальянские коллеги опубликовали метаанализ. Это обзор, который включил в себя 91 клиническое исследование по лечению пациентов с метастатической меланомой кожи, с наличием берафмутаций. Это пациенты, 23 тысячи пациентов, которые получали различные препараты. Берафингибиторы, мекингибиторы, в монотерапии, либо в комбинации, о которых говорил Алексей Викторович в предыдущей сессии, именно комбинации, которые зарегистрированы инструкцией к применению препаратов. И что мы видим? Если мы посмотрим на этот метаанализ, то посмотрите, практически стопроцентная токсичность. Не бывает таргетной терапии без осложнений. Осложнения первой, второй степени они достигают фактически 99%. Более тяжелые осложнения, третьей, четвертой степени, они регистрируются реже. Но обратите внимание, их частота может достигать 72%. И казалось бы, это все препараты, которые действуют на одну мишень, одна точка приложения. Но на самом деле тот опыт, который мы накопили за это время, показывает, что каждый из этих препаратов, каждая из этих комбинаций обладает своим уникальным спектром, так называемой своей палитрой токсических реакций. И в этом же метаанализе было показано, какие осложнения наиболее часто встречаются при использовании каких препаратов и их комбинаций. Осложнения первой, второй степени токсичности мы видим, что очень часто, допустим, артрологии мы ассоциируем с веморофенибом и кобинитинибом. Диареи мы чаще ассоциируем с веморофенибом и кобинитинибом. Перексии мы ассоциируем с даброфенибом, трамитинибом. Тошнота, рвота, гастроинтестинальные осложнения в большей степени характерны для новой комбинации энкорофениба и бенимитиниба. Примерно такой же спектр токсичности касается осложнений тяжелой степени, это третья и пятая степень токсичности. И мы видим, что в принципе каждый из препаратов, каждая схема обладает своей палитрой нежелательных явлений. И в своем сообщении мне бы хотелось остановиться на тех осложнений, которые с моей точки зрения наиболее клинически значимы. Первое из этих осложнений это пироксия. Для нас пироксия четко ассоциирована с применением комбинации доброфениба и трамитиниба. И вообще примерно где-то около половины пациентов демонстрируют данное нежелательное явление. И особенностью его является развитие в первые дни приема, в первые 10, максимум 14 дней. Тот алгоритм действий по купированию развившегося осложнения, который мы использовали раньше, он был заимствован из клинического исследования Комби-Айди, в котором за пироксию принималось состояние, при котором хотя бы однократно повышается температура 38,5 градусов. И как правило это все сопровождается артралгемиями, алгемиями, общей астенией. И что мы делали в тот период? Раньше мы приостанавливали прием только доброфениба, а терапию трамитинибом продолжали в прежней дозировке. Безусловно, назначались антипиретики, назначались препараты нестероидной группы, и при неэффективности в течение суток, двух суток назначались глюкокортикостероиды. И затем в случае купирования лихорадки и отсутствия ее в течение 24 часов, мы вновь возвращали доброфениб в прежнем режиме дозирования. Что же происходит сейчас? А вот в 2022 году было опубликовано исследование Комби-Ай-Плюс, о котором тоже в предыдущей сессии говорили. И согласно этому постмаркетинговому исследованию, за перексию мы принимаем уже состояние, при котором лихорадка поднимается до 38 градусов. И в этой ситуации, согласно инструкции к вот этому менеджменту, мы приостанавливаем прием сразу обоих препаратов – и доброфениба, и трамитиниба. Безусловно, назначаются препараты из группы нестероидных противовоспалительных препаратов при неэффективности глюкокортикостероиды. А в дальнейшем возобновляем, в случае отсутствия лихорадки в течение 24 часов, возобновляем прием обоих препаратов в прежнем режиме дозирования. И оказалось, что вот такой режим менеджмента, такой режим управления развившейся перексией, он снижает частоту перексии третьей-четвертой степени, то есть тяжелой перексии, он снижает частоту госпитализации по поводу развившейся перексии, он достоверно меньше приводит к отмене препаратов в случае развития токсичности. Но самое главное, что важно для наших пациентов, вот такой подход, он не уменьшает эффективность терапии, и отдаленные результаты вполне-вполне приемлемы. Одногодичная безрецидивная выживаемость в этой ситуации, она ничуть не меньше, даже несколько выше, чем бы мы пользовались предыдущим алгоритмом. Конечно, это не прямое сравнение менеджмента вот этих подходов, но поскольку есть положительные результаты, то на сегодняшний день более приемлемым механизмом, более приемлемым менеджментом, более приемлемым алгоритмом является алгоритм именно второй, когда мы отменяем сразу оба-два препарата. Кожная токсичность – это довольно-таки такое собирательное понятие. К кожной токсичности относится масса различных осложнений со стороны кожных покровов. Это может быть как сухость кожных покровов, аллопеция, различные виды сыпи и вплоть до развития плоскоклеточного рака кожи. Вот на данном слайде представлены три варианты кожной токсичности, с которыми мы можем столкнуться, берав индуцированный плоскоклеточный рак кожи, подошвенная кератодермия, мекиндуцированная окнеподобная сыпь, берав и мекиндуцированные уже такие более значимые воспалительные изменения, фолликулиты и паникулиты. Позвольте мне подробно не останавливаться на лечении, потому что всё это чётко отражено в клинических рекомендациях. Я пройдусь только по основным этапам. Если возникает токсичность первой-второй степени, то мы терапию не прекращаем. Мы продолжаем её в прежнем режиме дозирования, но ещё раз акцентируем внимание пациентов на то, что необходимо применять увлажняющие крема, обязательно солнцезащитные крема. Если пациент ранее не использовал антибиотик, назначаем антибиотик, препаратом выбора являются доксициклин или миноциклин. Ну а в том случае, если это первая и вторая степень токсичности, мы можем уже использовать топические глюкокортокостероиды. Первый и второй класс активности, при второй степени это третий класс активности. При третьей-четвёртой степени мы прекращаем приём препаратов. Мы завершаем временно приостанавливаем приём до момента купирования осложнений, полного купирования или до снижения, до первой степени токсичности. И очень важным моментом является здесь консультация дерматолога. В принципе, для купирования осложнений, которые возникают на таргетной терапии, крайне важным вопросом является мультидисциплинарная команда. И, конечно же, в вашей команде должен быть врач-дерматолог, к которому вы можете направить этого пациента. До момента, пока пациент попадёт в дерматологу, что первое вы можете сделать? Это решить вопрос с антибиотиками, если пациент ранее не получал. И здесь уже приоритетными являются применения глюкокортокостероидами как парентерально, так и наружно. И в случае развития токсичности третьей-четвёртой степени мы используем уже топические глюкокортокостероиды третьего класса активности, либо комбинированные с фузидовой кислотой. И здесь я бы хотела обратить ваше внимание на тот факт, что это препараты, которые достаточно агрессивны, они достаточно токсичны. Поэтому, во-первых, их нужно назначать в том случае, если вы имеете опыт назначения этих препаратов, и назначаются они на короткий срок. 5-7, максимум 10 дней, потому что в противном случае они приводят к атрофии кожных покровов и развитию глубоких язв, что ещё хуже, что ухудшит клиническую ситуацию, и так у пациента с развившейся кожной токсичностью. Альтернативой для этого является иммуносупрессор, наружное применение токролимуса или пимикролимуса. Очень хорошие препараты, но здесь второй вопрос встаёт – это стоимость этих препаратов, потому что фактически 1,5-2, 2,5 тысячи один небольшой флакончик, поэтому не все пациенты могут позволить себе применение этих препаратов. Но, в принципе, это хорошая альтернатива для топических глюкокортостероидов, которые мы не можем назначать на длительный срок. Офтальмотоксичность – это ещё одно осложнение, которое может возникать при использовании брав- и мекоингибиторов. И вот в 2021 году наши французские коллеги на основании базы данных, которая у них имеется, представили своё ретроспективное исследование, и за 10 лет фактически они выявили больше тысячи случаев офтальмотоксичности. И если мы посмотрим на те препараты, которые вызывают, ну вот по данным этого исследования, около 30% – это брав-ингибиторы, чуть больше 12% – это мекоингибиторы, но комбинированная брав- и меко-терапия ингибиторами, она вызывает до 57% развития офтальмотоксичности. Это тоже довольно-таки собирательное понятие, и варианты офтальмотоксичности, они различны. Это и блефориты, это и различные увиты с локализацией в передние, задние увиты, панувиты, это, безусловно, конъюнктивиты. И вот в своей работе авторы показали, что брав-ингибиторы, они чаще вызывают и блефориты, и различные увиты. Мекоингибиторы, они все виды увита вызывают, ну а комбинированная терапия, соответственно, вызывает все возможные осложнения, включая конъюнктивиты. Клиническая картина, как правило, сопровождается снижением остроты зрения, синдрома сухого глаза, выпадения полей зрения и неспособностью сфокусировать зрение, то есть нечёткость зрения. Есть факторы риска. Факторы риска – это возраст. Чем старше возраст, тем выше риск развития офтальмо-токсичности. Причём у пациентов, которые имеют офтальмологические заболевания в анамнезе, риск развития офтальмо-токсичности увеличивается в 10-30 раз. Пациенты, которые имеют артериальную гипертензию, почечную дисфункцию со снижением скорости клубочковой фильтрации, а также пациенты, принимающие глюкокортикостероиды, они тоже оказались в группе более высокого риска развития офтальмо-токсичности по сравнению с остальной когортой. И ещё раз обращаю ваше внимание на мультидисциплинарную команду. Мы не лечим офтальмо-токсичность. Наша задача с вами, клиницистов, онкологов, заподозрить это состояние и своевременно направить к офтальмологу. Причём это должен быть совершенно грамотный офтальмолог, который знает, как лечить офтальмо-токсичность, знает, с какими препаратами, о каких препаратах идёт речь, потому что определить остроту зрения справа и слева отдельно для нас это мало. Для нас важно назначить правильную терапию. Как правило, тоже используются топические глюкокортикостероиды, и все вот эти возникающие осложнения, они носят совершенно обратимый характер. Поэтому важно, очень важно регулярный офтальмологический осмотр пациента. Кардиотоксичность. Подробно я не буду останавливаться, потому что позже Марин Феликсовна представит целый доклад, посвящённый кардиотоксичности терапии. Скажу о том, что это тоже собирательное понятие. Варианты кардиотоксичности различны. Наиболее часто это и артериальная гипертензия, это дисфункция левого желудочка со снижением фракции выброса, это отёки, хотя теоретически могут быть и различные тромбоэмболические осложнения, удлинение интервала КЮТЭ и фибрилляция предсеркви. Частота кардиотоксичности достаточно такая немаленькая, 15-20%. Клиническая картина, как правило, наносит бессимптомный характер. Что мы можем заметить, когда мы в первую очередь можем подумать о кардиотоксичности, это инструментальная находка при выполнении очередного эхокардиографического исследования или при выполнении ЭКГ. Клинический пациент может никаких жалоб при этом не предъявлять, но смертность от кардиотоксичности может достигать 20%. Поэтому очень важно своевременно направить пациента к кардиологу. Ещё раз обращаю внимание, мультидисциплинарная команда. И вот на слайде представлены данные канадского исследования, которое опубликовано в 2022 году, насколько кардиотоксичность влияет на отдалённые результаты терапии. Но на самом деле, согласно этому исследованию, получилось, что пациенты, которые не имели никакой дисфункции со стороны левого желудочка, это самая нижняя кривая, получилось, что они жили меньше всего. Медиана выживаемости без прогрессирования 7,4 и общая выживаемость 11,7 месяцев. Пациенты, которые имели минимальные признаки, 6,5 и 11,7. А пациенты, которые имели выраженную кардиотоксичность, получилось, что они жили дольше всего. Но в последующем авторы сделали поправку о том, что вот эта группа пациентов с тяжёлой кардиотоксичностью, она была очень маленькая, их было всего около 9%. Поэтому на вот эти цифры для пациентов с кардиотоксичностью, с тяжёлой, ориентироваться не стоит. Ну и ещё раз напомню, что мы с вами не кардиологи. Очень важно в мультидисциплинарной команде иметь хорошего кардиолога. Нам повезло, у нас есть Марина Феликсовна. Но тем, у кого нет кардиолога, очень важно организовать мониторинг за состоянием сердечно-сосудистой системы у пациентов, которые получают БРАФ и меконгибиторы. До старта терапии. Это артериальное давление, ЭКГ, это эхокардиография. И сирологически определить тропонин и протеин, который тоже является фактором кардиотоксичности. Старт терапии. И через 4 недели, обращаю внимание, должно быть первое скрининговое такое обследование для оценки возможной кардиотоксичности. Почему? Потому что если возникают осложнения, они возникают в первые 4 недели. При последующем обследовании, если у пациента не возникло кардиотоксичности за 4 недели, риск токсичности резко снижается, она фактически минимальна. Поэтому первые 4 недели от старта терапии, они являются очень важными для того, чтобы отследить токсичность. Для клинициста очень важно, какая связь между частотой, между тяжестью токсичности и между тем, как ответит пациент на лечение. Вот все прекрасно мы знаем, когда мы используем анти-GFR, таргетную терапию, гифетиниб или цитоксимаб, или понитумаб, мы видим, какая кожная токсичность, и она напрямую коррелирует с ответом на терапию. Мы даже не выполнив еще компьютерной томографии, можем сказать, что у этого пациента хороший эффект будет. Частичный регресс, стабилизация, потому что кожная токсичность выжижена. Так и здесь нам хочется понять, насколько токсичность от бравмек-ингибиторов ассоциирована с ответом на лечение. И вот то исследование, о котором я говорила в начале своей презентации, это итальянское исследование, метаанализ, который показал, что абсолютно никакой корреляции между частотой нежелательных явлений, тяжестью нежелательных явлений и отдаленными результатами не влияет токсичность на частоту объективного ответа и не влияет на показатели выживаемости. Что одно ассоциировано точно, так это то, что если развивается токсичность, это требует коррекции доз препаратов. Второй вопрос, который у нас возникает, как у клиницистов, как нам снизить токсичность таргетной терапии? Можем ли мы использовать какие-то интермитирующие режимы, которые позволят уменьшить концентрацию препарата и тем самым уменьшить токсичность? В нашем арсенале есть два клинических исследования второй фазы. Первая из них – это комбинация веморофениба и кобентениба, когда модифицировали режим приема веморофениб 4 недели, 2 недели отдыха и кобентениб 3 недели приема, 3 недели отдыха, 6-недельный цикл. И второе исследование – это даброфениб и трамитиниб, 4-недельный цикл, даброфениб 3 недели приема, неделя отдыха, трамитиниб 2 недели приема, 2 недели отдыха. И что оказалось? В принципе, токсичность оказалась примерно такой же, может быть, чуть ниже, но при этом отдаленные результаты оказались значимо хуже. Значимо хуже была выживаемость без прогрессирования и общая выживаемость. Поэтому эти интермитирующие режимы не должны быть основой для использования. Должен быть плановый осмотр пациента, и в случае развития токсичности лучше временно приостановить и в последующем снизить дозировку препаратов. Можно ли безопасно менять одну комбинацию берафмек-ингибиторов на другую? Наши коллеги из Германии представили в прошлом году свое многоцентровое ретроспективное исследование 94 пациента, почти все из них 90% получали терапию по поводу метастатического процесса. И проводилась смена терапии, причинами для которой явилась неприемлемая токсичность у 40% больных, прогрессирование у 54% пациентов и другие причины около 5%. И что было показано? Было показано, что пациенты с доза лимитирующей токсичностью, их 44 пациента из всей когорты, когда перешли на вторую линию терапии, на вторую комбинацию, токсичность доза лимитирующая возникла у них только у каждого третьего фактически, у 17 пациентов. Как проводилась модификация? На слайде представлено, какой режим терапии получал пациент, и на какую схему перешли в последующем. И что это позволило? А это позволило для наших пациентов снизить, для большинства пациентов, это позволило избежать нежелательных явлений, характерных для конкретного режима. То есть если мы видим эффективную терапию, но при этом неприемлемая токсичность, мы можем перейти на другой альтернативный режим, и при этом вероятность того, что возникнет повторная токсичность, она значимо ниже. Ну и в заключении позвольте вам сказать о том, что нежелательные явления, которые мы можем зарегистрировать при применении BRAF, мегангибиторов как в монорежиме, так и в комбинации, они вполне предсказуемы, они управляемы, и они полностью обратимы. Это очень важно. Нежелательные явления не влияют на отдаленные результаты. Чем больше токсичность, эффективность может быть совершенно типичной, и показатели вживаемости нисколько не улучшаются. Для пациентов с развившимися нежелательными явлениями допустимо переключение на другой режим терапии. Ну и залог успеха, о чем я еще раз говорю, это мультидисциплинарный подход. Собраться вместе – это начало, остаться вместе – это прогресс, а работать вместе – это успех. Это сказал Генри. Спасибо за внимание. Продолжение следует...